всем привет из солнечного города лос-сантос с вами снова роман относительно недавно на моем канале вышло видео где я впервые купил свой первый бизнес я стал шефом организации купил офис и купил склад те кто не смотрел этот видеоролик посмотрите он есть на моем канале называется покупка офиса склада и доставка груза ну вот теперь я решил купить еще один бизнес и вот почему совсем недавно я завершил про и прохождение всех пяти ограблений успешных прошел и мне дали дополнительные деньги и кстати по поводу этого сюжета я снял отдельное видео которое называется как я разбогател но вы посмотрите если кто не смотрел так вот я решил потратить эти деньги заработанные за ограбление и стал вопрос куда их девать опять-таки не буду покупать пока никакой транспорт хотя есть мечта купить конечно же вертолет штурмовой вертолет базард но я решил все-таки потратить эти заработанные денежки вложить их в недвижимость снова их инвестировать помимо покупки такой недвижимости как офис бизнес недвижимости здесь можно купить еще и так называемый мотоклуб стать президентом мотоклуба но я скажу что название по моему переведено несколько некорректно и вы чуть дальше сами увидите почему но по сути это бизнес это производство и вот я решил вложить деньги туда тем более сейчас проходит акция до 1 мая 2017 года действуют существенные скидки на так называемый club house так что я решил приобрести именно такой вот club house заведение мотоклуб здесь вот он так и называется мото клуб для того чтобы создать собственный мото клуб необходимо приобрести некий club house на сайте вот увидите форклаузер смейсбэн ком вот мы сейчас этим и займемся будем покупать этот самый мото клуб так игроков сессии трое ну ладно надеюсь они мне сильно мешать не будут заходим в интернет так вот это можно да вот вот эти самые так называемый club house вы видите что скидка существенные по моему 65 процентов сейчас скидка на эти мотоклубы самые дешевые расположены за пределами города вот здесь вот например в сэнди шорс так он стоит 210 можно приобрести за 73 но я решил воспользоваться скидками и купить все-таки в центре недалеко от своего во первых офиса офис у меня расположен вот здесь вот своего склада склад расположен вот здесь вот и квартиры квартира расположена в центре лос сантоса вот здесь так что ближайший club house к моей квартире это вот этот на пил бокс хилл элген авеню 75 так он стоит видите почти 400 почти 500 тысяч я его сейчас приобрету за всего лишь 159 вот этот вот самый club house приобретаем значит ну тут наверное как с офисом с покупкой офиса можно выбрать декор но опять-таки дополнительную плату я это вижу да с офисом были такие дела но не будем пока деньги тратить значит стиль тоже наверное да дополнительные ребята денежки тут это все стоит но не будем опять таки растрачиваться ну-ка мебель бы не будем пока растрачиваться единственное что все таки я наверное купил бы эмблему клуба так ну вот видите вот эти эмблемы дополнительно стоит денег но я все таки куплю вот и свою эмблему роман тим так название клуба ну у меня компания называется романс компаний поэтому здесь также и назовем название будет единым что для офиса что для мотоклуба романс компаний да пойдет так цвет только да у меня нужно выбрать цвет ну наверно пока если белым нет да вот оранжевым оставим так оружейный шкаф но это то же самое как и в с офисом не будем покупать мастерскую тоже покупать не будем это тоже как с офисом тоже она не особо нужна можно в случае апгрейда тюнинга автомобили заехать в автомастерскую поэтому лишние 530 тысяч тратить не будем и так вот это мне вот этот мотоклуб обоходится в 560 тысяч грубо говоря покупаем так все верно все верно все верно все верно купить поздравляем с покупкой clubhouse ну видите как перевели мотоклуб clubhouse клубный дом может дом культуры более более корректно так вот все теперь мы нужно наверно прибыть туда на место вот он мне говорит о том что нужно зайти туда так теперь я президент собственно мотоклуба чтобы получить доступ к заданиям а мне нужно туда прибыть ну пойдемте съездим мой clubhouse так можно приглашать своих друзей других игроков так давайте посмотрим что у меня здесь появилось вот президент мотоклуба так заказать мотоцикл набор кандидатов управления стиль то есть тут ну как наверное как с офисом тоже вот несколько вариантов одежды есть так эмблема эмблема нарисовалась то давайте вот так что будем пока шлеме так головной убор не шлем вы вырублены вот так вот в кажаночке президент так что здесь еще это как обычно стиль езды не знаю пока что это такое так и задание клуба есть так пока невозможно но нужно все-таки наверно съездить посмотреть что там да как да и по моему ребята у меня активировался активный режим опять-таки видите чтобы убрать активный режим нужно опять-таки перестать быть президентом мотоклуба ладно пока мы не будем этим заниматься так в сессии у нас четыре игрока так поехали наш мотоклуб ведь он тут недалеко даже можно пешком найти наверно был можно было даже дойти пешком четыреста метров моего дома дом это клуба так вот где-то здесь где-то здесь вход наверно вкус двора да вот наверное это здесь ребят смотрите тут гараж а вот вход двора украшения в датс джук армвестлинг варк бар давайте 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 у нас украшение прощества Добавил субтитры DimaTorzok 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 Ну что же, вот такой вот мотоклуб, давайте осмотримся, что здесь есть Добавил субтитры DimaTorzok 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 Так, компьютер DimaTorzok Думаю у нас стоит компьютер Субтитры DimaTorzok Вот здесь, наверное Да Так, лечь на кровать Сесть Так, гардеробная Добавил субтитры DimaTorzok Давайте воспользуемся этим компьютером The Open Road. Пока все приблизительно так же, как и софис. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Джон Агибатор. Вот видите как, то есть приобретается какое-то здание, предприятие, которое приносит мне доход. Ну вот он опять-таки говорит, что доставкой товара нужно будет заниматься самостоятельно. Ну это как с офисом похоже. Так, давайте посмотрим, что здесь есть. Купить предприятие. Ваше предприятие у меня нет. Ну, будем покупать. Так, документы. Отдельные документы. То есть вот, все вот эти здания приносят мне какой-то доход. Да, ну стоит-то, конечно, не так мало, ёлый палый. По сравнению с тем, что после покупки офиса я за склад заплатил всего лишь 500 тысяч. А здесь... Так, дальше. Ага, марихуана. Фальшивые деньги. Метамфетамин. Чем дальше, тем дороже, я смотрю. Так, и последний пункт кокаин. Склад кокаина. Цены почему-то разнятся. Тут 975. Может это зависит от района. Палета Б это вообще на краю карты. Лама Сити там же на краю. Вот Морнинг Гуд. Так, значит, нужно решить, что купить. К сожалению, тут не видно, не видна доходность. Но вроде бы как, они отсортированы с наименьшего прибыли до высокой. То есть, вот эти здания приносят минимум дохода, а вот, наверное, вот это здание с кокаином приносит максимум дохода. Может так, а может нет. Так, ну, сейчас нужно определиться, что покупать. И посмотреть так, чтобы купить все-таки, наверное, не на задворках, а где-нибудь в городе. А Лама Си и Палета Б это за Сэнди Шорсом далеко. Ладно, сейчас определюсь, что купить. Продолжим. Так, ну что же. Посмотрел я по карте, где что находится. Решил остановиться, наверное, на фальшивых деньгах. Или, может быть, покупать кокаин. Ну, нет, давайте остановимся мы на фальшивых деньгах. И купить где. Разница, конечно, огромная. Пустыня Гран-Синора, это недалеко от Сэнди Шорс. Ну, ближе, чем Палета Баи. Палета Баи дальше. Самое близкое место к этому клубу это каналы Виспуччи. Ну, и стоимость, конечно. Ладно, давайте возьмем вот эту вот штуку. Открыть карту. Вот где это находится, видите? Вот в этом вот месте. Так. А где у нас находится Сайперфлэкс? Ну, тоже недалеко. Так, надо, в общем, наверное, еще подумаю. Да, долго я думал. В общем, решил остановиться на фальшивых деньгах. Купить пока предприятие по фальшивым деньгам. И выбрал район именно канала Виспуччи. Ну, вот эти два варианта вообще не варианты, потому что расположены хрен знает где, за пределами города. Вот выбирал либо Сайперфлэкс, либо канала Виспуччи. В принципе, Сайперфлэкс тоже недалеко. Это по дороге в терминал. Вот здесь вот под мостом. Но я решил все-таки здесь не экономить. Разница 350 тысяч, грубо говоря. И все-таки приобрести вот это вот здание недалеко от каналов Виспуччи. Все-таки это ближе ко мне. Поэтому вот этот вот вариант покупаем за 1605, да, у нас получается. Ну, дороговато, конечно, но ничего не поделаешь. Такие цены, да, покупаем. Покупка совершена. Списали деньги. У меня все меньше и меньше денег. Так. Дальше что делаем? Нужно, наверное, ехать туда. На это предприятие. Так, что у меня с деньгами? Денег у меня осталось не так много. Так, переложим все в банк. Ну, чуть больше двух миллионов. Так, ладно. Что дальше? На карте появилось это предприятие. Да, вот оно. Так, нужно ли ехать туда или не нужно ехать? Так, вот мои предприятия. Фальшивые деньги. Товар 0, сырье 0. Ну, наверное, мне нужно туда ехать, мне кажется, да? Так, стоимость товара, общий объем продаж. Ну, все по нолям. Все по нолям. Не активировано в процессе активации. Мне кажется, все-таки нужно туда ехать. Да, наверное, нужно ехать туда. Так, по поводу заданий же, тут мне еще человек что-то рассказывал. Доска с заданиями, где это все? Так, это гараж. Чувак мне про какую-то доску с заданиями говорил. Я не вижу. Никакой доски с заданиями. Так, я не вижу. Так, я не вижу. Да, это я. Так, ладно, ну не знаю, пока тут мне не вижу этой доски. Как тут и что? Здесь у меня что-нибудь появилось. Набор кандидатов, управление, задание клуба. Выбрать дело. В этой точке недоступно. Почему? Видимо, в какой-то другой точке. Мотоцикл, ред. Тоже не могу заказать. Может, надо выйти? Так, покинули мы. Ух ты, игроков-то тут сколько. Могут убить. Но есть одна хитрость, ребята. Узнал я одного игрока. Каким образом сделать так, чтобы с открытой сессии выгнать всех игроков. Чтобы в открытой сессии именно остаться одному. Зачем это нужно? Ну, потому что задания шефа, в частности, выполняются в открытых сессиях. Только лишь. Я подозреваю, что задания президента мотоклуба тоже нужно выполнять только в открытых сессиях по доставке товаров, сырья. Поэтому вот эти вот игроки будут мешаться. И есть способ, как в открытой сессии, повторяюсь, а именно нужна открытая, закрытая сессия с друзьями, с бандой. Это не катит, не вариант. Именно нужна открытая сессия. Так вот, каким образом остаться одному? Вот вы видите сейчас 18 игроков. Способ простой. Нужно зажать Alt-Enter приблизительно на 15 секунд. Ну, вот я сейчас это и сделаю. Ну, вот вы видите, вышел, 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 все игроки повыходили. Ну, на самом деле это я вышел с сессии. И я остался один в открытой сессии. Видите, робот. Вот так вот это работает. Я Alt-Enter на 15 секунд. Так, ладно, поехали. Ну, да, на мое предприятие по созданию фальшивых денег. Так, ух ты, у меня офис, клабхаус. А, ну, клабхаус, я сейчас тут и нахожусь. Нет, мне нужно ехать сюда. Да, я увидел твой ад онлайн. Так, едем. Ну, я так понимаю, предприятие у меня печатает фальшивые деньги. Необходимо будет доставлять какое-то сырье. Ну, не знаю, может быть, краска, бумаги, что-то такое. Дальше использую это сырье. Работники, наверное, будут создавать фальшивые деньги. И потом, как со складом, там нужно было продавать спецгруз. Здесь, наверное, нужно будет эти фальшивые деньги реализовывать. Тоже самостоятельно отвозить. Ну, посмотрим, как это все работает. В принципе, я надеюсь, предприятие себя окупит. Больше полутора миллионов я на него потратил. Посмотрим, как оно работает на деле. Ну, и с заданиями там, конечно, еще разбираться. Что за задания? Нужно, видите, нанимать, оказывается, других игроков. Так, вот это здесь. Так, там там салон рядышком. Где вот это вот здание? Да, вот оно. Вот оно, моя печатная мастерская по производству фальшивых банкнот. Оно остановлено, пока я не доставлю необходимое сырье. Так, организовав производство, я могу производить и продавать фальшивые банкноты. Открыть страницу сайта OpenRoads, чтобы создать производство. Для начала выберите в меню пункт подготовка. Так, и сделаем. Ну, пока тут никого нет. Наверное, работников нужно сюда нанимать. Смотрите, какие-то стоят агрегаты. Так, вот мой компьютер. А помещение-то небольшое, это все? Какие-то две стиральные машины. Зачем-то здесь стоят. Так, стоимость ноль, продукция, сырье. В правом нижнем углу появилось. Надпись. Так, обратимся к компьютеру. Приемник можно включить, да? Музыка тут играла. Так, сырье, наверное, нужно будет как-то доставлять, да? Войти. Так, вот, активировать. Купить модификацию. Перед тем, как покупать, нужно активировать. Ну, хорошо, активируем. Окей. Так, долговязывал. Нужно достать материалы. Доставьте его на предприятие. Наберитесь до Пауэр-стрит. Так, возглавительное задание какое-то, ребята, у меня вылезло. Так. Чтобы не бросать свой мотоцикл на точке подбора. Отправить находящийся рядом личный транспорт в гараж или хранящий. Я ничего-то не совсем понял, зачем это надо. Ну вот, я отправился в свой транспорт. А, там, видимо, какой-то другой транспорт стоит, на котором мне нужно сесть. И вот таким образом я свой транспорт. А как сейчас-то мне добираться до туда? Ты там что сидишь, балдеешь? Дай-ка мне твою тачку. Мне как-то надо добираться же до туда. Блин, может я зря свою тачку-то я вернул. Надо было доехать, а там возвращать. Так, у него вроки какой-то появился в моей сессии. 117-й уровень. Едем. Пауэр-стрит. Далее подготовительное задание. Ну, это, наверное, доставка моего первого сырья. Для того, чтобы производство работало. Его нужно снабжать сырьем. Я так подозреваю, что для любого производства, которое здесь есть, нужно покупать или доставать сырье. И возить его нужно самостоятельно. Скорее всего так. Для всех производств. Ну, благодаря такой маленькой хитрости и возможности остаться в открытой сессии одному, в принципе, это не так сложно. А вот когда вы будете делать это в сессиях с игроками, то проблематично. Игроки будут вас убивать. Так, прибыл я на место. Садитесь в Стоккейт. Где он? Что за Стоккейт? А, вон какой-то грузовичок стоит. И мне нужно его, наверное, доставить туда, на завод. Да, грузовичок. Полиция за мной, надеюсь, не погонится. Ага, я подобрал сырье. Глобальный сигнал. 15 секунд. Отчет пошел, ребята. То есть сейчас мой товар будет виден на глобальной карте. Вот, кстати, почему нужно оставаться в открытой сессии одному. Так, теперь видно всем игрокам в сессии. Вот он, что ли, да. То есть меня сейчас могут ограбить. Ну, так как в сессии я вот с этим игроком только лишь. Надеюсь, он не позарится на мое добро. А грузовичок-то хороший, смотрите-ка. I'm friendly. Так, он написал по-английски. Давайте напишем ему на русский. Так, он написал по-английски. Так, он стал шефом организации. Видите, тоже сейчас будет заниматься доставкой грузии. Так, ладно. Едем на предприятие. Грузовичок, смотрите, хороший. У него спидометр какой-то странный. Цифры показывают. Цифры показывают. Собона değişиры. Цифры показывают. Цифры accessor. Цифры capaz combat Code. Цифры сделать пенос. Цифры clothes. Ну вот он говорит, что если я его не буду атаковать, он не будет атаковать меня и более того, предлагает даже свою помощь. Через 10 минут я смогу его пригласить в свой клуб, он мне будет помогать в доставке товаров, ну хорошо, это сделаем, через 10 минут пригласим. Видимо тут можно делать так, чтобы члены мотоклуба занимались доставкой товаров, тут мне самому надо делать этим заниматься. Хотя зачем им это надо, может они там что-то получатся, это какие-то денежки. Так, я приехал, а где? Выполнено начато производство фальшивую банкноту. Все ребята, ведь я доставил сырье, здесь идет производство, как только прибудет персонал, начнет производить фальшивую банкноты. Так, фальшивые банкноты обработают, а затем сложат на тележках здесь, на складе. В ходе производства будет расходоваться сырье. Ага. Нужно посещать производство и забирать продукцию. Так, здесь с помощью ноутбука остановить производство можно, продать продукцию, приобрести модификации. Кстати, насчет модификации, сейчас нам нужно будет заняться модификацией, у меня деньги остались, поэтому есть смысл. Сырье повысить. Это день 0, baby! Мы в производстве! Лжей Тбэг, логинь офф. Логинь офф. Ну давай, лоял, залогинивайся, улогинивайся, нахрен. Сейчас придут сюда люди, будут производить продукцию. Видите, сырье в правом нижнем углу, полная полоска. Так, а где люди-то? Прибудут они, не прибудут? Давайте посмотрим с модификациями, что там. Так, пополнить запасы. В данный момент сырье не нужно. Так, купить модификации. Вот это вот нужно, ребята. Вот это вот нужно. Запасы сырья у меня много. Что вот это такое оборудование? Установка качественного оборудования. Это повысит производительность, предприятие, стоимость продукции на рынке и позволит дольше продержаться на уже имеющихся запасах сырья. Ну, это называется must-have, ребята. Это обязательно. Поэтому не жалею денег. Обязательно покупаю, конечно. Без вопросов. Это просто увеличит эффективность работы предприятия, ну и стоимость его продажи. Что за канистра валяется? Где народ? Так, еще посмотрим, что за модификации там были. Так, персонал. Расширение персонала повысит производительность вашего предприятия и стоимость, опять-таки, видите, вашей продукции на рынке. Это тоже, опять-таки, must-have. Обязательно. А как же? То есть повышать стоимость на рынке это обязательно надо. Так. Персонал в пути, я надеюсь. Что еще там? Последний пункт какой-то был. Так. Модификация. Безопасность. Наем охранников, а также установка системы видеонаблюдения это снизить вероятность неожиданных набегов. Набегов копов или врагов на ваши предприятия 46. Ну, пум-пум-пум. Посмотрим. Я пока не знаю. Ну, а надо здесь, им не надо. Тут, видите, оказывается, еще и копы будут на мое предприятие нападать. Ладно, все-таки 450 тысяч, денежки немаленькие. Поэтому пока не будем это покупать. пополнить запасы. Не нужно сырье. Ну, все, у меня тут как бы должна работа кипеть. Где люди-то? Надеюсь, сейчас они сюда приедут. Пока никого нет. Может, надо выйти и снова сюда зайти. Ну, видите, так довольно-таки просто было все. доставить сюда груз. Сырье. Так, а вот и мой товарищ на вертолете. так. Что у нас тут еще посмотреть? Сказать мотоцикл можно. Или нет? Я смотрел. задание клуба. Почему-то вот недоступно во время занятия клуба. Испытание клуба. Ух, да. Сырье. Ух, да. Сказать не хотите. Это что заносится? Сырье. 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 Субтитры сделал DimaTorzok 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 Допустим Субтитры сделал DimaTorzok 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 Допустим Допустим Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Допустим Допустим Субтитры сделал DimaTorzok Следующий Данил DimaTorzok Допустим Допустим Поедем Допустим Допустим Вот тут я вроде разобрался Это вот такой гараж, где можно хранить свои мотоциклы То есть не использовать гараж, который в офисе на 10 машин А использовать вот этот вот мото-клуб в качестве хранилища своих мотоциклов Ну вот я один модик где-то угнал, сюда поставил Но он как бы стоит, я на него трекер не ставил, не страховал Какой-то Вейдер, на улице первый попавшийся спер, сюда пригнал И смотрите, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять мест Сюда можно 10 мотиков пригнать И как бы устроить здание для мотоциклов, гараж для мотоциклов Здесь будут храниться только мотоциклы И не забивать места в основном гараже в офисе И еще тоже одна удобная функция, как у президента мото-клуба появилась Сейчас я ее продемонстрирую Вызывать мотоцикл Ну как бы можно вызвать свою машину у механика А можно вызвать как президент мото-клуба мотоцикл Так, делается это не через телефон, а вот здесь Президент, заказать мотоцикл, вот, видите Все, типа я заказал Да, вот он тут рядом со мной появился Ну как бы удобнее Сессия всех выкнул Остался один Вот вот еще вот у президента мото-клуба есть вот такие вот задания Но это нужно, наверное, когда больше членов в моем клубе будут И будут еще игроки с других мото-клубов, я подозреваю Так, ну вот для этих вот испытаний нужно нанимать людей Ну, весьма интересно Большой функционал, ну, конечно, все это Опробовать в действии Так, едем сюда вот Видите, я хорошо сделал, что купил Производство рядом Адабы мне сейчас приходилось кататься далеко А тут все в городе, все недалеко Сейчас возьмем задание по доставке сырья Еще мне интересно, как много сырья он крадет Подготовительное задание, вы видели, я украл сырье И сразу полная шкала была заполнена Если это так, то это здорово То есть, если сравнивать с офисом Там средний склад емкостью 42 ящика И максимально я могу выполнять задание Доставлять по 3 ящика Ну, соответственно, 42 на 3, если поделить Ну, так, грубо говоря Это 14 заданий 14 раз мне нужно доставить того То вот здесь, вот сейчас посмотрим, сколько здесь Будет здорово, если за одну доставку У меня шкала сырья будет до самого верха Так, где? Ага, вот Сырье у меня здесь уже закончилось Ну, не закончилось, убавилось Мотоциклы, кстати, дешевые Можно сколько угодно их понакупать Они в пределах 100 тысяч стоят Так, производство идет Так, сырье Вот у меня сейчас 3 полосочки, да? Ну, будем ориентироваться Ну, чуть больше 3 полосок Возьмем задание по доставке сырья Или нет? Давайте я сейчас все-таки подожду Когда сырья будет Одна полосочка будет сырья И тогда продолжим Посмотрим, сколько за доставка мне прибавится Прошло немного времени И производство у меня идет полным ходом Продукцию уже заполнена на 2 клетки Стоимость 78 тысяч Сырье заполнено на 1 полосочку И пришло время Так, ты у нас поясницу разминаешься? Что? Так, вот, видите, продукция заполняется Вот здесь Одна тележка заполнена Вторая наполовину Пришло время пополнить Запасы сырья Одна клеточка заполнена Значит, два варианта Выполнения запасов сырья Можно купить За 60 тысяч Но обратите внимание, что 78 тысяч сейчас стоимость Товара То есть покупать сырье не выгодно Прибыль будет в разу меньше Поэтому я выберу Украсть сырье Вот запасы сырья Сейчас вот столько И посмотрим Сколько Мне удастся украсть Увеличится ли Эта полосочка До максимума Так, доберитесь до электростанции Знаете, ребята, а здесь, пожалуй Мне может понадобиться Бронированный автомобиль Взбучку там нужно кому-то задать Вот в чем дело А задать взбучку Это значит Вероятно, там могут быть бандиты Вызовем-ка Майкуруму Поедем на бронированном автомобиле Курума Так, есть Кому-то нужно задать взбучку Ой-ой-ой Ехать-то Ёлы-палы Куда нас отправили? Блин, далековато Ну ладно Поехали Куда деваться-то Я очень надеюсь, что Доставив это сырье на фабрику У меня полоска сырья восстановится До максимума Мне не придется По несколько раз Вополнять задание На доставку сырья Радио специально никакое не будет включать Чтобы Ютуб не лугался А так вообще Радиостанции в игре Видите огромное количество Я сегодня пообщался С Некоторыми людьми И вроде как мне сказали, что я прогадал Купив фабрику по производству Фальшивых денег Нужно было покупать Фабрику по производству Кокса Там якобы прибыль Была бы побольше Ну, возможно, это и так Но теперь уже Обратно ничего не вернешь Деньги вложены Надеюсь Мои вложенные средства Отобьются Так, прервал телефонный звонок Меня Едем На электростанцию Производство Фальшивых денег Кстати, работает у меня Даже когда я В пассивном режиме И, по-моему, даже Когда меня нет в игре Потому что я выходил из игры На пару часов И вы видите Сырье там Значительно снизилось Но точно сказать не могу Будет фабрика работать И проверим Так, неправильно Да Хочу заметить еще вот что У меня иногда бывает так Что когда я являюсь Президентом мото-клуба На меня Провоцируются Полицейские То есть я ехал по городу И ни с того ни с сего За мной погнали Что-то От них уходить Ну, как бы вот этот вот Чувак меня и предупреждал О том, что Возможно иногда Нападение Я надеюсь, что На мой склад Нападать не буду Потому что В этом случае Будут меня отвлекать Придется, наверное, Оборонять его Так Почти приехал Здесь у нас электростанция Слушайте, а тут ведь Наверное охрана Смотрите точно Вон охранник сидит Я отсюда пару раз Трейлер гонял Были такие задания Так, что здесь Вот стоят какие-то ребята Запугайте цель Чтобы быстро запугать цель Нужно ее избить, ребята Понимаете? Нужно ее Отлупенить Ну что, пойдем Махать кулаками Тут еще написано Можно, видите Тут Стрельба Издана Издана Большой скорости Ну ладно Мы сейчас их отлупеним Давайте с разбега Жахнем Вот это вот Чего я кого-то напугал Вот так вот Аперкотик тебе А кого нужно За какая цель-то? Вот тебя надо запугать Запугать, да? Ну, ты запугался? По-моему, он не запугался Вроде запугался А, вон Полосочка появилась У меня в правом нижнем углу Надо его лупенить Ну На тебе пощечину Сколько тебя запугивать? По ноге ему врезали Ну что-то как-то долго Он запугивается Ну, парень Но как-то ты не можешь запугаться Уже тебя я всего запинал Давай, выдавай информацию Так, пометили сырье на радаре Ладно, все, уходим Пока копы не загорелись Забрать сырье нужно Так, где он? Слушайте, а где сырье-то? Вот оно тут недалеко С магазинчиком рядом Погнали Парня Там мы того что, забили до смерти, что ли? Блин, ребята Я его грохну Походу Валяется Так, забрать сырье Ну, наверное, все просто будет Я думаю, там охраны никакой нет Погнали С музыкой, конечно, веселее кататься Но сегодня без музыки Так, и мне потом останется еще Показать вам, каким образом Существляется продажа Самое интересное, наверное, это Сколько Какая будет выручка Продажи полного склада Продукции Большевых монет Мне самому интересно Я так рассчитываю Ну, вот сейчас, видите, там Ну, около 100 тысяч И одна четверть Ну, наверное, что-то около 300 1000 Наверное, будет Ну, посмотрим Так, здесь что у нас Здесь стоит фургончик, ребята Вот он Бакстар Ну, видите, получилось так Что зря, конечно, я брал Свою бронированную Куруму Тут Все тихо Никакой охраны Видите, даже машина открыта Не нужно разбивать Спокойненько берем Подбираем сырье И едем Так Выйдем Глобальный сигнал Пошел Отсчет времени Так, ага, теперь я Видим на глобальной карте Но, в сессии я один Кикнулся Мне никто не мешал Ну, довольно-таки просто все С заданиями Шефа организации Там все-таки Ребята, сложнее Ну, вы видели Там Груз Который мне приходится Забирать Его охраняют А здесь Никто ничего не охраняет Это сырье Приехал Забрал Никаких разборов Перестрелок Все спокойно Вот второй раз Я доставляю сырье И без перестрелок Может быть, конечно Тут Бывают другие варианты Когда Приходится с боем Забивать Это сырье Но пока вот нет Поэтому здесь Даже несколько комфортно По времени Уходит меньше На доставку сырья Чем В организации Шефа В офисе Но для быстрой Транспортировки Для перемещения По карте Желательно, конечно же Сельский вертолет Ну вот На вертолет Буду копить У меня сейчас Почти полтора миллионов Вертолет под два стоит Там есть дешевый вертолет Но я хотел бы сразу Покупать Штурмовой вертолет С ракетой Это базар Потому что вооружение На вертолете нужно Выполняет задания Шеф организации В офисе Как вы знаете Склад эти Спецгрузы храняется Там нужно Расстреливать бандит Поэтому следующая моя покупка Наверное будет Вертолет Вообще деньги нужны Можно было конечно И вторую еще Организацию Вернее предприятие Такую мы купить По фабриковому производству Наркотиков Но нам нужны деньги То есть само предприятие В центре города Если брать Еще миллион восемьсот И на улучшение Еще почти миллион Два восемьсот Либо же брать на окраине Где нибудь с антишорсом Да дешевле Ну туда и ездить Придется дальше Хотя будет вертолет Наверное Ой извините Был бы вертолет Наверное было бы не так проблем Кататься Вернее летать Ладно посмотрим В первую очередь Все таки нам теперь Вокуплю вертолет А потом уже деньги Будут опять снова Вкладывать В недвижимость Заработок Довольно-таки неплохой Кто-то скажет Ну по ограблениям Получше Ну Получше Только в том случае Если есть Слаженная команда И еще они Все в онлайн Я как бы сейчас Друзей набрал Но Так чтобы Четыре человека Были онлайн И все четыре Хотели проходить Ограбление Такого еще нет Кто-то делает Свои задания Кто-то Выполняет Доставку Спецгруза Поэтому так вот Тяжеловато Чтобы Четыре человека Были в сети И хотели Ограбление Так почти прибыли Ну и посмотрим Сколько Сколько там Мне Будет Доставка Запасы сырья Пополнены Теперь смотрим Насколько они Пополнены Ну я надеюсь На полную Ой ребята Нет Не наполнили Была одна полосочка Сейчас стало Три То есть на две полосочки Сырье пополняется Вот так вот Ребята Не густо я вам скажу Не густо Так что чтобы заполнить Полностью Склад сырьем Склад сырьем Фабрику сырьем Нужно три ходки делать Одна ходка Две полоски Заполняет Все я пока Сейчас снова Прервусь Потому что Видео опять Затягивается Дождусь Когда продукция Будет все пять Полосок Видите Вот сейчас Две полоски И 78 тысяч Вот четыре полоски Но это будет где-то Сто шестьдесят Да Ну как Около двухсот тысяч Наверное будет Всего Что ты тут делаешь Все нормально У тебя Как ты выкинул Зачем Заживало Что ли Блин Заживало Деньги Все Что там у тебя Случилось Поломалось Что ли Ну чини тогда Ну он Заживало Буман Смотрит Что-то А тут Что Почему Не работает Ни фига Ничего Закидывали Работаете вы Или не работаете Что-то непонятно У этого Поломано Стиральные машины Не работают Вот это Только хорошо работает Нарезает Эти считают Ну надеюсь Все Все идет путем Ребята Ладно Прерываюсь Когда будет Полностью Продукция На 100% Снова Включусь И продолжим Мы поедем Ее продавать Посмотрим Какой выклоп Ну что же Ребята Прошло Три реальных дня Я вам скажу Что Производство Моих фальшивых денег Можно сказать Почти подошло К концу Но это заняло Довольно таки Много времени Повторяю Три Реальных дня У меня производство Сейчас вроде бы Как остановлено Видите Сидят рабочие И ничего не делают А продукция Вот она Из четырех Тележек Все четыре Заполнены Почти на максимум Ну вот последняя Тележечка Видите Чуть-чуть Не хватает И стоимость Этой продукции Составляет 186 тысяч Ну я думаю Что Если вот эта Последняя тележечка Будет заполнена До максимума Ну там чуть-чуть Остается То стоимость В районе Двухсот тысяч Будет Так что Дополнена До максимума Соответственно Тут около Двухсот тысяч Здесь около Трехсот тысяч Будет Так что Вот такой вот Выхлоп Такая вот Прибыль С фальшивых денег Полная Продукция Триста тысяч Ну давайте Продаем сейчас Так Для такой большой партии Может потребоваться Несколько Транспортных средств Перед началом Достаточно игроков Ну я рискнул Хотя есть предположение Что возможно Будет Лимит по времени В течение которого Нужно будет Все Отдать Да ребята Время пошло Дается мне Тридцать минут На то Чтобы все это Доставить Ну Я не знаю Удастся ли мне Это сделать За тридцать минут Видите Было предупреждение О том Что нужно Большое количество Членов клуба Давайте проверим Если ничего не выйдет Значит Будем знать Что Одному Это все Не доставить За тридцать минут Попробую Так У меня видео И так ребята Получается Большим Уже больше часа Поэтому Пока прервусь Еду пока До Места Где стоит Катер И когда Уже начну Сбрасывать Последние Пять ящиков На третьем Катере Поэтому Игра Меня и предупредила Что нужно Больше игроков То есть Если бы было Три игрока Каждый бы сел В лодку И доставили бы Эти самые ящики А так Мне приходится После каждой Партии Доставки Пять штук Доставил Мне приходится Катер гнать Сюда обратно На берег Ну Это все Занимает время Ну Я пока Вроде бы Как успеваю Ребята У меня еще 15 минут Вроде бы Как успеваю Вот видите Нужно Доставлять эти Фальшивые банкноты На точке сброса Которые В этом море Желтым кругом Отмечены Там Находятся На катере Люди Которые Эти ящики Подбирают Сейчас буду Подъезжать сюда И вы Эти Увидите Стоит Катерок И вон Видите Катер Раз И типа Я ему Сбрасываю Фальшивые банкноты В правом Нижнем углу Ух ты Вот такие Вот Камни Нужно Огибать В правом Нижнем углу Вы видите Всю информацию Здесь еще Идет Время до контрольной точки И бонус доставки Еще То есть Если я В эти секунды Вкладываюсь То еще Дополнительный бонус Доставка Так Доставка Осталось Три Ящика Доставить И все будет нормально Так Так вот Точки доставки Одинаковые Вот это вот На третьей лодке Я еду Все Места Одни Те Вот по этим Контрольным точкам На предыдущих Двух лодках Я проехался Потом Вбратно На берег Следующую лодку Так Вот это вот Предпоследняя точка Доставки Есть И последнее место У меня ведь еще 13 минут Так что Вполне нормально Но я не знаю Что еще дальше будет Может там еще какая-то будет Еще какая-то доставка Я не знаю Впервые это делаю Поэтому ничего сказать не могу У меня быстрый мотоцикл Я до этого места Это недалеко От Палета Бэй Собережья Я на мотоцикле Минут За 4 За 3 За 4 минуты Вполне Доехал быстро Так Последнее место 15 Груз Посмотрим Что будет дальше Так Продано Плюс 296 100 Видите У меня общая прибыль Составила Ну это вот С этими бонусами Ну как я и говорил 300 тысяч Глубо говоря Ребята Составил Заработок На фальшивых Банкнотах Кстати Когда доставляете Груз Ну мало того Что когда вы Занимаетесь Доставкой сырья И уж тем более Когда вы Занимаетесь Доставкой груза Периодически Проверяйте Сколько людей В вашей сессии Проверяйте Проверяйте Быть атакованными Другими игроками Периодически Входят В вашу Открутую Сессию И кто И знает Что у них На уме И могут Вам запороться Всю вашу Доставку Ну вот Так вот Работает Мотоклуб Производство Фальшивых денег Доставка сырья Продажа Этого Товара Ну Делать выводы Ну вот Три дня У меня работало Это производство Я Каждый день Сделал по Одной Тире Две Доставки Сырья Без проблем Без хлопот Ну и вот За три дня У меня Производство Полностью Отработало На сто процентов Ну считайте Много или мало За три дня Вот Такая сумма В Триста тысяч Я не могу сказать Точно Зависит ли От Работы Производства Мое наличие В игре Как-то Ну Не успел проверить То есть Когда я Вне игры Работает ли Мой завод Или нет Вот Это сказать Не могу Ну Как бы то ни было Вот Я заходил Каждый день В игру Доставлял сырье Занимался Своими делами И вот Прибыль Триста Тысяч Долларов Если сравнивать С Работой Шеф Организации И офисом То Там Реализация Всего Товара Спецгруза С одного Среднего Склада То есть Когда вы Заполняете Свой средний Склад На максимум Что-то Наверное Ну С учетом Того Что вы Тратите Деньги На На покупку Этих товаров То есть Три ящика По 18 Косарей И Продаете По-моему Там За 750 Тысяч Ну 250 Тысяч Это Стоимость Вот этих Ящиков То есть Там Чистая Прибыль Я так думаю В районе 500 Тысяч Будет Я почему Говорю Думаю Мне еще Не удавалось Ни разу Реализовать Полностью Склад Средний Как-то 42 ящика Доставить Ну Я так Я так День Выставляю По 6 По 9 Ящиков На Больше Не хватает Скучно Однотипное Задание Поэтому Сказать Какая Там Прибыль Ну В принципе Если Задаться Целью Можно Наверное За день Все эти 42 Ящика Достать И Реализовать Получить Прибыль Полмиллиона Кому Как Мне больше Нравится Ограбление На этом Все Ребята Заканчиваю Это Видео Но И так Затянулось Чуть ли Наверное Полтора часа Я так думаю Будет Длинная Ну Показывал Вам По большей Частью Свой Геймплей Я не только Давал информацию Кому Такую Спасибо Тем Кто досмотрел До конца С вами Был Роман Увидимся Выгрят GTA Online Следую Мое Видео Чему Будет Пока Не знаю Я планирую Снимать Ограбление Ну И Посмотрим Что Будет Дальше В ближайшее Время Коплю Денежки На Покупку Вертолета Уже У меня Видите 1752 Я думаю В ближайшие Дни Приобрету Себе Вертолет И на Вертолете Я думаю Доставлять Коробки В организации Не будет Получше Буду делать Это Быстрее Так Так Что Вот Так 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 До встречи Всем Увидимся В GTA Online Через Пару Дней Обязательно Будет Новое Видео До Встречи Продолжение следует